Добрый вечер и как всегда в конце недели говорим об итогах нашей работы, о прошедшей неделе и основным событием недели, которая прошла, это конечно же был этот дождь, залповый дождь, та стихия, с которой мы столкнулись и собственно это и является основной темой этой недели. О нем наверное и поговорим. Очень много разных гуляет информации о том готов был город, либо не готов, хотелось бы заострить внимание на некоторых моментах, которые на мой взгляд являются очень важными. В первую очередь хочу отметить, что за 5 часов с нуля до 5.00 на город обрушилось это порядка 100 мм осадков. При месячной норме 45. Что такое 100 мм осадков? Это если переводить на литры, это 100 литров воды на 1 метр. В масштабах города я думаю все понимают, насколько это много, насколько это серьезные осадки, которые выпали за 5 часов. Мы порылись в архивах, посмотрели, как сейчас модно в интернете, погуглили и максимально похожий дождь с 90 мм осадков в Одессе был аж в далеком 1988 году. Тогда были очень серьезные последствия, кому интересно, может погуглить и посмотреть. Конечно, это был серьезный вызов. И ни одна система ливневых канализаций и дождеприемников, конечно же, в одночасье с этим не справится. Мы видим, какие последствия от подобных стихий, от подобных дождей сейчас во всем мире и в Европе, с чем столкнулись там. У нас была аналогичная ситуация, с которой мы достаточно хорошо вышли. Были затруднения, действительно. В первую очередь это ощутили на себе жители Суворовского района. Подтопление улицы от Атамана Головатого и Черноморского района Казачества фактически остановило движение в самый большой спальный район города. Почему получилось так? Ну, в первую очередь, потому что это самая низкая часть города. Вода со всего города стекает туда. Сейчас, в данной ситуации, вода стекала в течение нескольких суток. То есть, несколько суток, не несколько, а двое суток без остановки мы качали воду, которая стекала со всего города на Пересет. Именно поэтому жители этого района и те, кто столкнулись с улицами Атамана Головатого и Черноморского, это казачество, в первую очередь ощутили на себе последствия тихии. По остальным это районам города и местам концентрации, скажем так, это луж, там, где в основном места подтопления, мы их уже знаем, это работали достаточно оперативно, работали эффективно везде, во всем городе люди были расставлены заранее, как уже стала традицией, работали вахтенным способом, четко рассчитали ресурс, как человеческий, так и технический. Хотя машин, конечно же, техники хотелось бы больше, об этом мы поговорим позже. И тем не менее, совершенно спокойно мы пережили эту стихию, без видимых каких-то серьезных повреждений, которые бы нанесли серьезный ущерб городу. Дальше, далее, после того, как мы закончим первостепенные аварийные работы, город это полноценно вернется к нормальной жизни, мы будем точечно решать и те задачи, которые стихия поставила перед нами по жилому фонду. То есть, есть действительно очень много домов, которые были подтоплены, есть те, там, где сорвало крышу, то есть ущерб по жилому фонду тоже был нанесен, и этой задачей мы будем заниматься также серьезно. Но, опять-таки, в первую очередь, это, конечно же, нам надо наладить нормальную жизнедеятельность города в целом, чем и были мы заняты первые двое суток. Выводы, которые мы сделали в результате того, что столкнулись с этой стихией. Ну, выводы первые. То есть, от природы можно ожидать чего угодно. Поэтому той техники, которая у нас сейчас есть, безусловно, нам было недостаточно. Нам необходимо еще это порядка 8-10 единиц техники. В первую очередь, это машины, которые могут откачивать воду с большими емкостями. Также эти машины можно использовать будет зимой в борьбе со снегом, скажем так, в уборке снега. И также нам нужны дополнительные генераторы, мощные генераторы, так как в результате подтопления некоторых ТПшек, большие районы, большие участки города остаются без энергоснабжения, что серьезно мешает нашей работе, особенно ночью в темное время суток, с чем мы тоже столкнулись во время стихии, которую мы недавно пережили. На этом на сегодня, наверное, все. Я надеюсь, хоть немного смог объяснить то, с чем мы столкнулись, и то, что мы действительно достойно вышли с этой ситуации. На этом на сегодня все. Всем спасибо. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч.